Ну а вот перед нами, так сказать, как это, как нынче рассуждает общественность, а вот перед нами история Советского Союза, который был-был, а потом – чик, и его нет, из чего делается вывод, что всё советское, оно крайне неэффективное, и сама жизнь доказала, что оно нежизнеспособное. Когда с гражданами вступаешь во вдумчивые беседы, а вы когда-нибудь слышали про индустриализацию, как за 20 лет страну подготовили к самой страшной войне в истории человечества, ну вот тут сразу вопросы хорошо-плохо подготовили, на это есть ответ, что война почему-то плохо подготовленная, закончилась в Берлине, как очень хорошо подготовленная немецкая война, она почему-то в Москве не закончилась, а вот наша война закончилась в Берлине, что хозяйство после войны восстановили просто, я не знаю, в какие-то космические иконные сроки… Первыми в Европе отменили карточки. Да, а вот в Британии карточки отменили, продуктовые – позже, чем в этом жутком Советском Союзе. Может, в этом всё-таки что-то есть, или вы только повторяете то, что на закате там Горбачевизма говорили про неэффективность административно-командной системы, которая почему-то в 40-х ухитрилась победить Объединённую Европу, а тут она оказалась неэффективная, ну вот гражданам вдолбили в башку, и они раз за разом повторяют, что Советский Союз неэффективный, и поэтому он помер. Вот очень хорошо сказал «повторяют раз за разом», потому что долбят раз за разом – это известная метода дедушки Йозефа Геббельса, который говорил, что если человеку сто раз сказать, что он свинья, так на сто первый раз он захрюкает.